Всем привет! С вами Ирина Ярослав. Привет-привет! Привет-привет! Мы здесь все одеты. У нас на улице мороз. Все в ине. А мы проверяем наши жалюзи и ролеты. Собрал побыстричку из квадратного подрозетника выключателя, который для ролет у нас запланирован. Да, здесь это специальный, который. На нем еще стрелочки нарисованы. Так как мы его еще ставим, собираемся, то я на пупырку замотал. Быстренький клеммничек, чтобы можно было бегом-бегом по всем пробежаться, поиграться. Хоть посмотреть, правильный ли цвет прислали, потому что жалюзи и ролеты еще не разворачивали, и мы не знаем, правильные или нет. Но эти уже посмотрели. Ну, включай. Но там надо держать. Кнопку нажимаешь, и надо держать. Да, причем он защитой. Вот он полностью вверху, я нажимаю вверх, ничего никуда не едет. Они довольно тихие, если окно закрыто. У нас сейчас, там, где мы снимаем квартиру и живем, вручную нужно опускать, поднимать жалюзи. Там такая стропа сбоку. Ремень. Ремень. И они очень тяжелые. Некоторые уже застрают. Подожди, я это рассказываю. Вот некоторые жалюзи ролеты уже застревют по старости лет. И мы их пытались смазывать, в общем, это, до лампочки. И они такие шумные. Слышно, как соседи снизу поднимают жалюзи, соседи сверху. Когда все ложатся спать. Кто в два ночи, кто в одиннадцать, да. И да, с таким грохотом закрываются. Кто-то встает в четыре утра, кто-то в шесть. Ужас просто. И там широкие, которые не у... Там, наверное, такое, какое-то по ширине примерно. Его надо прям здорово силу прилагать, чтобы она открылась. Ну, у нас на балкон, например, оно до конца так и не закрывается. И на некоторых окнах тоже до конца уже не закрывается. Но мы, в принципе, до конца и не закрываем. Поэтому они больше и не закрываются. Застряли где-то и все. Вот. Но это очень тяжелая процедура. А здесь по кнопочкам. Ура! Ну что, поднимать? Серенькие. Потом снаружи пойдем посмотрим. Так пойдем посмотрим. Нет, давай расскажем. Ну давай, что? Ну что, их можно остановить в любой позиции. И кнопку надо держать. Ну, в сценарии мы когда пропишем, там можно держать, можно не держать. Допустим, можно в сценарии поставить длительное нажатие до конца, чтобы ехало. Это я две нажимаю. Да, это ты две нажимаешь. Вот можно в любой позиции остановить. А еще у него должна быть защита от наезда на препятствии. Ну давай. Ну, опускай. Что-то ничего у него нет защиты. Ну или не сильно придавил. А, он еще не додавил. У него еще есть куда ехать. Он сейчас больше не едет. Значит, сработало. Давай, я снаружи его равновременно придержу. Любознательно сдирали. Ну, он где-то, он только без джерзей сам. Здесь у нас мануал. Здесь все расписано. Какие включены защиты. Опускай. Все, он остановился. Бедненький. Ну, проверить надо. Что ж поделаешь. Вот. Они, получается, сколько смогли размотались в этой коровке. Ролевной. Он уперся. Почувствовал сопротивление и выключился. Так вот, потом мы будем ставить выключатели Акара и программировать их на жалюзи. Ну, а вот этот выключатель у нас будет в ванной комнате стоять. И мы к нему реле Акара. Это сяомишная. Вот. Реле Акара подвяжем и тоже пропишем сценарий. Будет у нас не то, чтобы держать нужно было. А то сейчас нужно стоять и держать. Вот это вот пока они опустятся. Мы потом напрограммируем, как нам удобно. Например, клацнул. Один раз нажал, например, отмерить секунду. В секундах можно, сколько оно вот до такого состояния, например, опустится. Там двойное нажатие, можно, чтобы они полностью закрывались. Какая-то кнопочка, закрыть весь этаж. Какая-то кнопочка, закрыть весь этаж. Доброе утро. Вот. В общем, по-разному. Сценарий доброе утро, спокойной ночи. Подготовить дом ко сну. Начать будить плавным светом. В общем, это еще впереди. Ну, а пока проверяем. Вот это вот единственный выключатель, который именно жалюзийный. Остальные будут обычные окаровские выключатели светом. А их программировать лень было, поэтому мы обычный взяли. Да. Тоже от газвола. Мы показывали его? Нет еще. Мы потом покажем. Потом покажем. Никогда не охота его распаковывать. Но у газвола Валпада такие классные все серии с выключателями. Ну, у нас был обзор их розеток. Вот это вот практически из той же серии, очень похожие. Да. Только из квадратной. Да, из квадратной. Те из круглой были. Вот здесь ссылки сверху и внизу в описании под видео были розетки, которые мы будем вставить. Но потом будем вставить и еще кучу-кучу всего интересного покажем с Алиэкспресса. Пошли снаружи покажем? Да, пойдем. Ну вот оставь его с перфорацией. Э, наполовину оставлю. Пойдем. Сложилось вот так. На улицу мы выбрали серого цвета. Мы хотели антрацитовое, как у нас цвет окон антрацитовый. Но потом оказалось, что если их брать пластиковыми, то антрацитовые, естественно, слишком перегреваются. И их тогда нужно брать алюминиевые. Алюминиевые дороже и немножко звуки издают. И более жирные, да? Да. В общем, от алюминиевых... А снаружи почти нет особой разницы, полностью они закрыты или не полностью. Ну, снаружи, да, потому что свет сейчас внутри не горит. И не темно. Ну, классно выглядит, мне нравится свет. Так вот, взяли мы, и там были варианты белые, чуть-чуть молочные, но у нас дом такой антрацитово-белый будет. Вот этот цвет. Почти черный. Вот, и мы взяли серенькие, пластиковые. Просто проблема белых, они всё равно будут потом... Желтеть, скорее всего, да. И у нас цвет фасада тоже будет немножечко не совсем белым. Ну, вернее, белым, но оттенки разные. И не попадёт потом в цвет фасада этот белый цвет хоролет. В общем, некрасиво, наверное, будет. Вот, взяли вот такие серенькие. Мне кажется, вполне себе. Они, кстати, алюминиевыми выглядят. Ага. Ну, мы ещё брали, подгадывали под цвет жалюзи. А жалюзи у нас алюминиевые и вот такого тоже цвета должны быть. Сейчас их пустим, посмотрим. И они, да, практически одинаковые. Пойдём опускать. Момент истины. Что-то едет. Боже, как они медленно. Вот это, представляете, стоять, держать. А крутить руками, если они ручные? Ах, крутить руками это вообще. Они широкие, наверное. Мне уже надоело стоять. Ну, поэтому выключатели умные всегда ставятся на них. Выключай. Это не функция мотора, скорее всего, а функция выключателя. Что именно? Задержит. Ага, смотри, я вторую нажимаю и останавливаю. Тут другой моторчик. О, всё тут есть, что мы в Бразилии. Ну, рассказывай, потому что это же нестандартная штука. Хватит их мучить? Опусти вниз и расскажи нам подробнее, пока держишь. Что ты хотела от жалюзи? Почему они нестандартные у нас немножко? У немцев... Ой, подожди, подожди. Во-первых, там есть два типа ламелей. Вот такая выгнутая просто лодочка. Сейчас покажем вам. А есть немножко зизообразная, и она blackout делает. Полностью. Но нам blackout не нужен. Вот, мы взяли такие лодочками, они нам больше нравятся, их проще мыть, потому что они без всяких желобков должны быть. Ну, то есть blackout, она двумя волнами получается сделана. И одна волна на другую накладывается полностью. Нам такие не нужны вообще. Но они стоят прилично дороже. Ну, может, не в два раза, но в полтора, наверное, дороже они выходят. И какой смысл за это переплачивать, если нам на первом этаже тут, в жилой комнате, ну, как бы-то не в спальне, тут blackout вообще не нужен. Но сначала у нас в контракте именно этот blackout был. Мы ему говорим, а зачем вы эти посчитали? Да быть такого не можем. Я же обычно это считал. Я говорю, да нет, там вот эти странные. Я говорю, ты глядь, точно. Странно. Ну да, они там, нафиг не надо. Ну, короче, или дурачка включил, и хотел просто подороже пропихнуть. Или реально ошибся. Ну, на самом деле, наша цена от этого особо не зависела, потому что у нас в контракте уже были включены окна, зажалюзировали это. Ну да, но все равно. Ну, значит, с этого нашего архитектора хотел чуть-чуть. А кто их знает, как они там считают себя. Вот. И у них обычно функционал жалюди заканчивается на вот таком положении. Вот открыто, и дальше они ползут полностью наверх. Мы сказали, что нам надо полноценно, и зачем урезать функционал? Жалюзи могут и вот так делать. Снаружи не видно, а в доме гораздо светлее вот сразу. Темно. Ну да. Полностью наверх, а не полностью наверх. И все равно сейчас здесь довольно-таки светло. Можно и вот так сделать. Потому что так не будет. У нас улицы не видно, а у нас все свечение в доме довольно-таки нормально еще есть. То есть это функционал вот этих вот обычных, самых простых жалюзи, которые вешаются внутрь окна и которые руками можно повернуть. Да, и в этих функционалов, в моем понимании, по умолчанию есть. Это у блокаутов нельзя, они по конструкции своей, они не могут обратно разворачиваться, потому что они захлопываются друг с другом. А эти могут. Ну, в общем, он там нас пытался договорить, говорил, зачем вам это нужно, неужели вы будете пользоваться, это намного дороже, там что-то, моторчик какой-то дороже, еще что-то. Мы сказали, ничего не знаем. Так нужно. Ну, реально. И смотри, вот видно, что ветер есть, и довольно сильный, они себе висят и висят. Ну, здесь на камеру не видно, что ветер есть. Ну, давай, я приобрал, и будет видно. Ветер есть, в общем. Вон этот колыхается. Это тебе видно. Да. Там вполне себе ветер. А смысл в том, что вот в обратном положении эти жалюзи, они делают защиту от подглядований снаружи, но при этом свет проходит с неба как раз сверху. Поверни немножко сюда, чтобы... Что тебе повернуть? Я думаю, все знают, в принципе. Куда? Сюда, чтобы не было. Ну, чуть-чуть меньше. Ну, вот, типа на улице ничего не видно прямо, но свет попадает полностью, практически. Так что мы затребовали этот функционал. Вот. Если вы вдруг не в курсе, знайте, что такое тоже есть. Просто они об этом молчат, не признаются. Партизан. Та-дам! Очень даже симпатично. Прикольные такие. Они не блестящие, они матовые такие. Серенькие, алюминиевые. Цвет тоже можно было выбирать разный. Ну, в небольшом диапазоне, а если совсем прям разные, то это здорово дополнительно денег стоит. Ну да, это у них какие-то, типа, более-менее стандартные шли. Вот, и они... Включены в тяну были, по-моему, этот цвет. Да, смотри, они, по-моему, отлично гармонировались. Они чуть более матовые. Да, просто у нас наверху будут ролеты, вот такие вот серенькие, сверху. А снизу жалюзи. И мне кажется, очень даже похоже. Ну, у ролет, конечно, плашка меньше, тоньше. Но всё равно здорово. Ну, и они меньше блестят. Нам сказали, что они не должны на ветру сильно шататься. Да? Ну, смотри, у них столько этих направляющих, каких, ниточек, в общем, верёвочек. Я думала, их меньше будет. Здесь у нас три с половиной метра окно. Вот так, здорово. Пойдём внутрь, холодно. Холодно. Ты снимаешь ещё? Угу. За установщиков прикол расскажем. Они не от поставщика окон, они подрядчики. Чисто на установку. Им производитель окон, у которого заказывались эти окна, говорит, да там 20 окон небольших надо поставить. Они так в один день рассчитывали всё собрать, потому что, говорит, я 20 маленьких окон 100% за день поставлю. Сюда приехали, как удивились, какие тут маленькие окна. Как удивились, что им приспособление для крана надо, чтобы половину из них поставить. Ну, не половину, но, по крайней мере, вот этих два. Они же поэтому и не поставили вот там вот стёкла сверху, потому что у них не было приспособления, потому что их никто не предупредил, что здесь большие тяжёлые окна. И они такие во вторник, да, или понедельник, когда там была установка. В общем, приезжают с утра такие, ну, мы типа сегодня до вечера справимся. Играют с утра, они в 10 приняли. А потом ещё второй день тоже до темна. Они первый день просидели до полдевятого, наверное, где-то. Или до восьми, второй день до восьми. Ну, и, в общем, теперь мы ждём, пока они найдут это приспособление, чтобы вотевать стёкла вставить. Ну, они её нашли уже, но что же, это не такая популярная штука, она есть там у кого-то там изредка, и на неё очередь. Ага, ждут пока освободиться. Вроде как планировали на этой неделе приехать, но что-то у них там, видимо, не получилось. Но они сказали, что если получится взять эту штуку. Ну, он говорил, что я постараюсь её на четверг взять, но не факт, что мне на четверг зайдут, потому что вроде как она там нужна. Так что мы теперь ждём, пока нам те окошки доставят. Но всё равно крыши пока нет. Поэтому не горит. И установщики ещё-таки приехали, но здесь только муж. И мы как бы здесь тоже не обязаны были быть целыми днями. Ну, муж, конечно, был, потому что мы сейчас тут тоже своим занимаемся, доделки свои. Но именно чтобы обязанным быть, нет. Ну, так, это первое, что поделать. Во-вторых, доверяй, напроверяй. Да, ну, он решил проконтролировать. Вот, но тут тоже не архитектор и не строитель, никого. Приехали, а кончики ставить окна, никого нет. Если бы мужа тут тоже не было, то они руками это всё на второй этаж затаскивали, а не краном, потому что пульт от крана тоже никто бы им не выдал. Да, в общем, странно. У нас архитектор себя ведёт. Вот наше пока что покоцанное будущее сидячее окно. Смотрите, какой вид классный. Всё в инии, холодно. У нас внутри помещение плюс два, на улице минус два. Уже муха, когда я там успела, не должно есть, не есть. Ты нашёл муху? Между ловенью. Ну, а кошка здесь будут менять сам стеклопакет и штапики, поэтому они такие немножко недоделаны. Они специально не дозабивали. Всё равно, мы ковы по воде. Слушай, ну как это медленно? Представляю, тут руками держать. Что, палец ещё не болит? Разверни их немножко, чтобы вид был. Вот. От солнышка типа вот так прикрыли. И сидим, смотрим. Я думаю, что это окно у нас летом будет практически постоянно в таком режиме, потому что солнце сюда, летом как раз прямой путь ему в это окно. Вот. Так что оно, скорее всего, будет закрыто, но вид при этом особо не портит. У нас на этой стороне фасада, да, все балеты, но сюда мы специально именно жалюзи взяли, чтобы здесь в зале светло было. Угу. И при этом солнце не сильно светло. А, это ж зала всё-таки. Не комнаты. Это в комнатах надо закрывать от солнца. На трёх больших фон жалюзи, и только на кухонном ролете. Ну что, на этом, наверное, всё, да? А на кухонном ролете ради подоконника. Да, на кухонном кухонном. Ну, или кухонном. Наверное, кухонном. Там пришлось сделать ролеты из-за того, чтобы... Ну, жалюзи, они снаружи сильно много пространства съедают. Да, вот смотрите. Подоконника практически нет. А там 22 сантиметра. С той стороны, где ролеты. Здесь жалюзи снаружи толстые. Но ролеты там тонкие снаружи, поэтому окно можно сдвинуть глубже. Да, там у меня будет подоконник для орхидей, переходящий в кухонную столешницу. Ну, и на этом мы с вами прощаемся. Пойдём мы дальше проверять. Всё, ещё на втором этаже проверять. А у нас холодно. Сейчас все пальцы себе отморозим. Ждём крышу с нетерпением. Очень надеюсь, что она скоро будет. Архитектор обещал ещё на прошлой неделе её, но пока не случается и пока непонятно, что там с крышей. Ну, послуха, срок поставки, собственно, деревянной конструкции. Что? Послуха. Ну, держит. Держит. Муж обзвонил ещё несколько... Как их? Я забыла снова. Плотник. Плотник. Кровенщиков, не знаю. Тут их называют плотниками на самом деле. С плотинами. Вот. Потому, видимо, они что-то ещё с деревом делают. Ну, а так, да, так. Кровенщик. В общем, муж обозвонил ещё несколько, и ему сказали, что аж на конец февраля мы можем типа того. Но архитектор-то уже, по идее, с этим договорился. Но почему-то это там задерживает его. В общем, непонятно, кто из них тупит. Архитектор. Слушай, а можно как-то побыстрее? Ну, так, меня же ещё заказывать надо полностью всю деревянную конструкцию. У неё 4-6 недель срок поставки. Ну, и тут, видимо, тоже как раз этот срок поставки всё и упрепилось. Да уж. Вот такая вот фигня. Вот такие вот дела. Так что ждём, надеемся и ждём. Всё, на этом мы с вами прощаемся. Желаем хорошего настроения. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова